Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас в гостях начальник Центра Евроинтеграции Национального Университета Кораблестроения имени Адмирала Макарова Ростислав Рыжков. Здравствуй, Ростислав. Здравствуйте. Приветствуем. Рады видеть. Рады видеть, тем более человека, который с такими умными словами, как Евроинтеграция, связан. Очень умные слова. Сразу, так сказать, к делу. Студенты Николаева и Евроинтеграция. Как с этим устоят дела? Ну, как с этим устоят дела? Наверное, это сейчас тревожит всех, потому что Украина у нас выбрала этот путь. Про Евроинтеграцию такие громкие интересные слова. Что такое Евроинтеграция? Потому что многие это слово слышат, но не все его понимают. Мало того, многие к этому стремятся, но не все понимают. Но еще не понимают, что это такое. Ну, наверное, Евроинтеграция это вот наше стремление к лучшей жизни, стремление к нормальному уровню жизни нашей страны. Это тот процесс, который должен сделать Украину настоящей полноценной страной, полноценной европейской, демократической страной. И для этого, конечно же, множество работы должно быть проделано. И, наверное, в первую очередь, начиная вот с каждого из нас. Ну да, вот роль студентов непосредственно в Евроинтеграции. Как сейчас обстоят дела с этим? Ну, наверное, самое главное, что я всегда и тем же студентам говорю, что в первую очередь роль студентов у него одна – получить образование, сделать свое будущее. Потому что студенчество – это то время, когда человек делает свое будущее. Если человек хочет как-то развиваться, он занимается своим образованием. Поэтому в первую очередь, конечно же, это образование. Если говорить о евроинтеграции, то Украина уже давно была участницей Болонского процесса. Сейчас мы это называем европейское пространство высшего образования. И вот нужна задача студента – получить максимум от этого европейского пространства высшего образования. Множество работы ведется сейчас и тем же Министерством образования Украины, и каждым университетом в частности. И вот задача студента – быть всегда в курсе всех программ, которые происходят в университете, которые действуются. Всеразличные программы и стажировок, и обменов, какие-то тренинги, курсы. Ну и самое главное – это английский язык. И вот как раз принимать в этом участие. Потому что каждая такая программа – это вклад в свое будущее, в свое образование, в то, чем человек будет дальше отличаться от другого человека, такого же, который не ходил и не обладает этим образованием перед работодателем. Потому что все равно это все сведется к процессу выбора работы. Ты сказал с будущим, что студент в студенчестве делает свое будущее. Будущее и евроинтеграция – означает ли это, что студенты благодаря евроинтеграции смогут обрести работу за границей? И будет ли это конечной целью? Или же это будет исключительно стажировка? Поехали, поработали и вернулись? Какой вектор выбран? Ну, тут тоже хороший вопрос. Спасибо. Конечно же, не стоит зацикливаться, только если он слышит «Европа, евроинтеграция» – это куда-то уехать. На уезде, да. Да-да-да. Потому что если все уедут, ну, друзья, как-то тут будет, наверное, скучно. Скучно будет наслаждаться Европой, да, в Украине? Это точно. Поэтому вопрос евроинтеграции для студентов, конечно, он не заключается только куда-то уехать. Конечно, сложно сейчас жить, и очень популярно это стало для тех же студентов и молодежи, ну, потому что все хотят найти как-то себя, потому что университет очень быстро эти годы студенческие заканчивается, и потом все эти стипендии, которые вот таинственно приходили на эту карточку, ее снимали, это все заканчивается. Почему-то перестают. Да, почему-то перестают, и надо думать о будущем. Мне кажется, что есть даже такие студенты, которые каждый месяц, в конце месяца приходят с этой карточкой в банкомат, смотрят, не понимают, почему нет денежек, где такие секты, секты, просто не собираются. А когда выпьют, звонят Коломойскому, что не так, свидетелям, как стипендия. Да, где мои стипендии, звонят деканаты, им говорят, извиняюсь, а вы уже год не учитесь у нас, какая стипендия. И тем не менее, да. Да, все же возвращаясь к этому вопросу, что может быть полезно для студента? Стажировка, вот чем она интересна, то есть, ну, по порядку я расскажу. Если это стажировка, человек приехал, он получил какой-то опыт, какие-то знания, он получил какой-то багаж, вот в свою копилку своего образования. Вот этот вот багаж и уже будет этого человека отличать перед тем же работодателем, как я до этого говорил. То есть, каждый человек, когда хочет поступить на какую-то нормальную работу, он составляет свое резюме, он рассказывает работодателю, что он из себя представляет, какое образование он получил, где он стажировался, какими дополнительными навыками он обладает. И как раз вот такие стажировки, участие во всеразличных программах, сертификаты, которые он получил, это все будет работать на его дальнейшее трудоустройство. Конечно же, тот же заработок. Поехать куда-то поработать, получить деньги, ну, в первую очередь, это и деньги. Купить новый iPhone 5 SE? Почему бы и нет? Ну, может, кто-то там этот большой iPhone 6S все-таки хочет покупать. Ну, тут такое, что угодно на самом-то деле. Вот, начиная вот от материальных составляющих, и опять же-таки, если это нормальная стажировка, нормальная работа была, она всегда сыграет ему в плюс, когда он будет пытаться устраиваться здесь. С какими странами ведется на данный момент сотрудничество? Какие страны могут уехать студенты поработать, постажироваться? И вернуться. Да, и вернуться. И вернуться. Это хороший вопрос. Мы будем акцентировать внимание на это. Да, я бы даже правильнее бы сказать, кто заинтересован в наших студентах? Понимаете, тут, в принципе, все заинтересованы. Можно так говорить, Европейская комиссия и вот это такое таинственное пространство европейского высшего образования, о котором я уже говорил, это самая главная идея глобализации европейского образования всех стран Европейского Союза. И эта Европейская комиссия утверждает всеразличные программы и выделяет средства на то, чтобы эти стажировки происходили. Сейчас ведутся очень крупные, самые серьезные крупные программы, которые финансирует Европейская комиссия. Например, тот же РАСМОС Плюс для студентов. Это, по сути, программы, грантовые программы на обучение для студентов. И любой студент имеет право, может, у нас до конца люди не понимают, что они имеют эти права, и все эти программы, они существуют. Может податься туда, выиграть эту стипендию и там обучаться. То есть для этого даже не нужны какие-то там сверхдоговоренности в самом университете, в котором он обучается. Это, конечно, важная составляющая, но об этом я чуть позже скажу. Но вот на начальном этапе любой студент имеет право просто открыть сайт РАСМОС Плюс и посмотреть университет, который его интересует, и попробовать отправить туда свое резюме и поступить, получить эту стипендию. Я думаю, что это важная информация сейчас для студентов. РАСМОС Плюс. Потому что на самом деле, да, немногие это просто знают, о том, что они имеют такие возможности. Конечно, просто все хотят куда-то уехать, хочу где-то учиться, и на этом все заканчивается. Вот самое популярное, я слышал, Work and Travel. Я знаю, что вот конкретно из Николаева очень много студентов. Ну, Work and Travel, понимаете, это программа чисто... Рабочая, наверное. Культурно рабочая, да. Это возможность студенту поехать как-то посмотреть ту же Америку, но при этом, чтобы это все посмотреть, он устроится на какую-то работу и будет работать, и отработает, получит деньги там. Ну, работы эти, сами знаете, это сфера услуг, это тяжелая работа, и те вещи, о которых я говорю, это все-таки получение высшего образования, и работа по специальности в предприятиях, в крупных компаниях, на уровне уже человека, который обладает дипломом. Наверное, Work and Travel такого плюса, таких вестов в глазах работодателя не добавит. Также хотел бы добавить, мы говорили там, Work and Travel, Rasmus+, это более там учебные вещи. Есть еще момент, когда сами университеты договариваются между собой. В Европе это очень престижно, когда люди обучаются, у них с другой стороны. Причем, помимо Европейской комиссии, сами страны финансируют, ну, со своих бюджетов финансируют различные программы. Не, ну, там есть бюджеты, просто как-то. Да, да. Все, 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 все. Да, вот на примере у нас человека недавно, кстати, с твоего института, мне кажется, отправили в Норвегию, сейчас обучается. Человек прекрасно учится в Норвежском университете, кажется, программирование у него, специальность, ну, какие-то институт. Сидит себе, да, я думаю, он тебя не услышит, и ему не надо. Ну, вот, но на самом-то деле, да, человек сидит, получает стипендию, ему платят за обучение, он получает образование в Норвегии, это прекрасно. И самое, вот, небольшой секрет раскрою, когда наши, ну, это наши партнеры, давно мы сотрудничали с ними, написали, вот есть такая возможность, нам нужен человек. Когда мы дали объявление, это был единственный человек, который, не было колоссального отбора, понимаете, к чему мы говорим. Ну, это то, что нам говорится, наверное. Тогда, следовательно, вопрос, куда нужно прийти для того, чтобы узнать всю информацию, чтобы не пропустить потом вот такие... Приходите к нам в университет, в наш центр европейской интеграции, мы всегда готовы помочь и рассказать. Ну, на самом-то деле, я же говорю, есть и куча сайтов, тех же, той же европейской комиссии, где вся эта информация существует. У нас центр, да, служит для того, чтобы помочь, внушить это все-таки студентам, что это возможно все, и их, да, отправить. В интернете просто можно заблудиться. Это да. Соответственно, можешь тогда обратиться, пригласить в гости, чтобы вот всех, кого ты интересует, понятное дело, студентов, пришли и получили все необходимое информацию. Потому что ты же сам понимаешь, если девушка напишет, работа для девушек за границей. Это отдельный вопрос, туда не надо смотреть. Вряд ли первым запросом будет Расмус Плюс, правда? Да, там немного другие вещи будут, о них лучше не говорить. Но да, да, я промолчу. Вот, конечно же, друзья и студенты в первую очередь, и не только студенты, и школьники. И я хочу заявить о том, что всегда двери центра европейской интеграции нашего университета открыты для людей, которые хотят и думают о своем будущем, и хотят свое будущее как-то сделать, и видеть себя гражданином не просто Украины, а гражданином Украины, которая является европейской страной. Людей, которые хотят получить образование не только у нас, а получить вот эти лучшие образования в странах Европы. Приходите к нам, мы всегда рады помочь, провести консультацию, рассказать, что и как надо делать, какие шаги надо предпринимать для того, чтобы все это получилось. Ну что ж... Такое небольшое обращение, я был не готов. Хочу сказать спасибо от себя, я думаю, от Артема, к сожалению, мы уже отучились и такую возможность упустили, поэтому, уважаемые студенты... Миша Сварка, Америка, есть варианты, тренер мой, для выпускников у нас тоже найдется. Поэтому, уважаемые студенты, не упустите такую возможность и становитесь европейскими людьми. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был начальник Центра Евроинтеграции Национального Университета Кораблестроения имени Адмирала Макарова Ростислав Рыжков. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо в ваших благих делах и успехов вам. Спасибо вам.